Нету. Хоть что-нибудь сварить, картошку или кипяток скипятить. Недостатка в стройматериале нет. Эти кирпичи она собирает на руинах соседнего дома. Разрушенных домов в городе много, я смотрю, да? Это ужас один. Вот по Ленина пройти, там пятиэтажки, с первого по пятый все выгорело, все-все полетело. И четыре, даже крыши, все-все, как будто бы перекрытий не было. В саму церковь снаряды града, выпущенные украинскими силовиками, не попали. Два разорвались у входа, один за часовней. Никто из прихожан не погиб, только стекла побило. Говорит не иначе, чудо господне. Порошенко, Яценюк, Турчинов, они же там все это затеяли. Они же это все там, оттуда. Мы тут жили, мы всегда туда в западную ездили, в монастыри, оттуда сюда приезжали. А что им помешало это? Пришли убивать один одного. В кратчайшие сроки восстановить десятки километров оборванных взрывами сетей и поваленных опор. От ремонтников зависит, когда в обесточенных домах появится свет. Планируем запустить сейчас основное питание, подать на подстанции, запитать подстанции. От подстанции уже будем разводить разводку по других ТП. И население, значит, население тоже будем запитывать все. На помощь коллегам в Дебальцево приехали ремонтные бригады из соседних городов. Привезли недостающие инструменты, материалы и даже солярку. В городе. Бензин, конечно, завозят в цистернах, но его крайне мало. Поэтому ремонтные бригады вынуждены ездить заправляться в соседнее Янакиево за 30 километров отсюда. Пока электросети не восстановлены, спасают генеральный сад. Это первый объект в городе, подключенный к теплу. Затопили котел, сейчас прогреется котел, экономайзер. Ну, сейчас же пока дрова, да, а потом закинем угля. Ну, это где-то часа через два, я думаю, что уже будет в помещениях тепло. В детский сад уже начали переселять детей. Долгие месяцы они жили в подвалах и бомбоубежищах. Где-то с 1 июля прошлого года, потому что ожидались наступления нацгвардии и в любой момент могли бомбить. Поэтому детей мы с 1 июля не водили. Пятилетний Никита вдоволь наесться своей любимой каши смог только когда ополченцы поставили полевую кухню в центре города. Сейчас не выпускает из рук пакет с печеньем. Когда в садик пойдешь? Как только стабильность, так и пойдем. С ladом! Д jackinho! Есть парни!